В один из дней, рассказывает Владимир Николаевич, ему приснился необычный сон. Он увидел часовню на деревенском кладбище. Часовня на земле этой никогда не была. На погости на этом ее никогда не было. Но был перст Божий, выходит мне, что надо бы, раб Божий Владимир, возвести часовенку здесь. Память о предках своих. Сам построил проект. По собственным чертежам приступил к работе. В короткие сроки установили фундамент, подняли стены, установили купол. Завершили работу за два месяца. Когда местные жители узнали о большом деле, бросились помогать земляку. На чин освящения собрались всем селом. Святый Божий, святый крепкий, святый весьмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Сельскую часовню осветили в честь Николая Чудотворца. К слову, церкви в селе не было уже давно. Старый храм, построенный в центре села в 1885 году, в советское время был разрушен. Деревянная церковь, освященная в честь пророка Ильи, располагалась на этом месте, за нами, где мы сейчас видим большой тополь. Сейчас от строения не осталось и следа. Местные жители рассказали, что официально она была закрыта в 1940 году. Колокола с церкви сбросили, а тех, кто принимал в этом участие, постигла трагическая участь. Единственное, что когда ее переделали в клуб, там оставались какие-то камни от церкви, там большие камни. Там были захоронения какие-то семьи священника. Вот это я помню с детства, что это было. Галина Тимофеевна и Елена Сергеевна провели в архивах немало времени. По крупицам они собирали историю поселения. Они узнали, что первыми жителями, которые поселились на этих землях в конце 18 века, стали крещеные татары. А вот здесь на кладбище мы нашли камень, который датирован 1721 год. Это значит, кто-то рождением был, пришли сюда и хоронили здесь. Поставив точку в истории сельского храма, советская власть едва не поставила точку в летописи села. В 80-х Дербедень даже переименовали в Загорье. Но новое имя существовало недолго. Прежнее название вернули. А теперь в селе появилась еще и часовня, которая стала одним из шагов к возрождению и процветанию села. Елена Марданшина, Эльдар Гемаев, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.